Внедорожники и машины, похожие на внедорожники, могут обладать разной степенью проходимости. В конце концов автомобиль можно подготовить, скажем, для трофи-рейдов, он пролезет где угодно. Но это все игрушки, пусть даже и игрушки для взрослых. Бывает и более серьезная техника. Вот это, например, прототип армейского бронированного автомобиля, с которым нам захотелось познакомиться поближе. Дурная идея, потому что это окно нельзя прострелить из пистолета, его не пробить из автомата Калашникова. Его нельзя прострелить даже из винтовки СВД специальным патроном, потому что стекло бронированное. Оно примерно вот такой толщины, один квадратный метр, этого стекла весит 130 килограммов. Автомобиль называется «Скорпион ЛТА». Впервые машину представили по... ...на показе военной техники министру обороны. Периметр «Скорпиона» бронирован по классу 6А. На практике это означает, что экипаж практически неуязвим для ручного стрелкового оружия. Он выдерживает попадание с винтовки СВД калибра 7,62, бронебойно-зажигательной пули Б-32. Это самый мощный патрон, который сейчас используется в нашей армии для винтовок данного класса. Впрочем, надо понимать, что по классу 6А бронирована только та часть автомобиля, которая защищает экипаж от выстрелов спереди, сзади или сбоку. Вообще-то вот в этом гнезде должен быть установлен пулемет. Если бы он тут был, я бы смеху ради выстрелил в оператора. Но пулемета нет, тем не менее. Крыша бронирована по пятому классу защиты, точно так же, как и вот этот люк, который защищает стрелка от выстрела в спину. Такие машины интересны тем, что в них применяется множество любопытных технологий, которые на гражданских автомобилях без надобности. Например, подрыв на мини весом в 6 килограммов в тротиловом эквиваленте превращает обычный автомобиль в кучу мелкопорубленного металлолома. В случае Скорпион ЛТА все будет немного иначе. Машина такой взрыв, скорее всего, не переживет, но экипаж останется цел. А это самое главное. При защите от подрыва применены как бы две технологии. Одна из них – это высокий дорожный просвет, который обеспечивает нам расстояние от подрыва, что снижает воздействие на автомобиль. Плюс V-образное днище, которое рассеивает энергию по сторонам, в энергию подрыва и снижает воздействие на автомобиль. V-образное днище выполнено по сэндвичной технологии. Два мощных стальных листа, между которыми лежит слой пена-алюминия. Деформируясь, он поглощает энергию взрыва. При разработке бронированного днища проводится серия испытаний, которые мы тоже провели. На этом автомобиле, в частности, установлено трехслойное днище с энергопоглощающим материалом, таким пеной-алюминием установленным. Соответственно, есть параметры, которые необходимо обеспечить, такие как ускорение, перемещение автомобиля. То есть при подрыве образца устанавливаются специальные датчики, специальные кресла на подвеске. И производится серия подрывов. И после чего, после серии этих нескольких экспериментов, определяется наиболее удачная конфигурация, которая потом применяется в серийных автомобилях. С сиденьями тоже интересно. Их крепят к стенам машины, точнее, к силовому каркасу. Причина все та же – защита от подрыва на мине. Если применить их к полу, как в случае гражданских машин, то энергия передастся прямиком на позвоночник пассажира. Результатом станет опаснейшая травма. Отделка салона, конечно, спартанская, но, опять-таки, есть любопытные тонкости. Стеклоподъемников здесь, конечно, нет, зато есть крепление для стрелкового оружия. Кроме того, у салона есть еще одна интересная, а иногда и необходимая особенность. Вы ее только что видели. Дело в том, что с передних сидений можно пробраться на задние. То есть сидящие в машине люди могут в любой момент выбраться из нее через любую из четырех дверей. Под обстрелом это может спасти им жизнь. Между прочим, задние двери открываются против хода движения. Разумеется, сделано это не ради сходства с Rolls-Royce. В этом автомобиле установлены двери, открывающиеся в разные стороны. То есть экипаж при покидании автомобиля защищен бронированными дверями, что тоже обеспечивает безопасность. Кроме того, в дверях есть несколько дополнительных креплений. На двери установлены четырехточечные ригеля, которые позволяют при разрушении петель двери оставаться на корпусе автомобиля и защищать экипаж. Если заблокировать двери изнутри, ручки с внешней стороны скроются в специальных коробах. Открыть их снаружи будет практически невозможно. Как раз из таких мелочей армейский броневик и состоит. Взять, например, шины. Они, конечно, не бронированные, но тоже не подведут в случае попасть под обстрел. Колеса установлены в специальные пулестойкие вставки, позволяющие автомобилю покинуть место обстрела при пробитии шин. Вот так. На расстоянии до 50 километров. Или огромный 300-литровый топливный бак. Его не стали закрывать брони пластинами, но от попаданий пуль он тоже защищен. Правда, с помощью других технологий. Бензобак, он, по сути дела, не бронированный, но он заполнен специальным пенополиуретаном, который предотвращает образование взрывной смеси в баке. То есть при попадании даже с зажигательным патроном бак не взрывается. Плюс к этому покрытие бака. Бак покрыт специальным резиновым составом, который обеспечивает самозатягивание при пропадании пули. То есть топливо не выливается, не разгорается, внутри не взрывается. То есть, по сути, бак безопасный. Одна из самых интересных особенностей Скорпион ЛТА в том, что машина весит примерно 4 тонны. Казалось бы, целых 4 тонны. Но на самом деле, правильнее сказать, всего-навсего 4 тонны. Потому как некоторые другие модели такого класса тяжелее примерно в полтора раза. А пониженный вес означает огромное количество преимуществ, начиная от топливной экономичности и заканчивая улучшением ходовых характеристик и динамики, и проходимости. Разработчики поясняют, снизить вес машины удалось за счет того, что некоторые элементы бронирования по совместительству служат несущими конструкциями. Снижение массы достигнуто за счет применения V-образного днища, которое помимо защиты от подрыва несет силовую конструкцию, является силовой конструкцией, что обеспечивает нам одним элементом заменить два, раму и днищ. При бронировании использованы композитные материалы, которые также позволили значительно снизить массу автомобиля. Основным преимуществом керамической брони является снижение массы. То есть мы при том же уровне защищенности, по сравнению со сталью, получаем выигрыш в полтора раза. У керамических бронепакетов еще есть такой хороший параметр, как высокая ремонтопригодность. При повреждении автомобиля нам нет необходимости делать серьезный ремонт. Мы просто заказываем новые пакеты, их легко меняем и все. И таким образом автомобиль быстро и легко остается в строю. Не будем забывать, что «Скорпион ЛТА» пока еще числится в прототипах. И при его создании использовались узлы и агрегаты, позаимствованные у серийных автомобилей. Мотор сейчас установлен не отечественного производства двигателя. То есть в дальнейшем планируется установка российского двигателя, либо собранный в России по лицензии. Также абсолютно все элементы подвески, которые сейчас частично заимствованы, будут полностью производиться на нашем предприятии. В данный момент под капотом стоит дизель «Дженерал Мотор» с объемом 6,6 литра. Между прочим, родственник двигателя, который когда-то ставили на «Хаммер». Мощность 280 лошадиных сил. Момент 700 ньютон-метров. Коробка и раздатка тоже американские. Разумеется, мне захотелось немного прокатиться на этом чуде техники. Вранья наша крепка, а кроме этого танки еще и довольно быстрые. Мощный дизельный двигатель разгоняет эту машину до 130 км в час, но то на хорошем покрытии. На гравийных дорогах скорость, конечно, значительно ниже, что-то около 60. Но в любом случае автомобиль этот не для гонок, да по совести говоря и не для хороших дорог. При нажатии на акселератор сразу чувствуешь мощь двигателя. Но машина с места, конечно, не срывается. Представьте, как должен трогаться груженный полноразмерный пикап с двухтонным прицепом. Здесь ситуация примерно такая же. При этом забавно, что при всем своем суровом военном антураже в движении броневик неожиданно комфортен. Американские гены дают о себе знать. Возможности по преодолению бездорожья, конечно, довольно широкие. Во-первых, у этой машины очень большой дорожный просвет. Во-вторых, хорошая геометрическая проходимость. К тому же, можно не бояться поцарапать эти бамперы. Они сами кого хочешь поцарапают так, что мало не покажется. Но есть ограничения, связанные с тем, что это, в конце концов, очень большая тяжелая машина. При полной загрузке на каждое из колес давит масса, примерно равная массе, скажем, Toyota Camry или Honda Accord. То есть машина может проехать там, где колесам будет на что опереться. При такой массе им требуется надежное твердое покрытие. Особенно учитывая, что «Скорпион» рассчитан на полторы тонны полезной нагрузки. А значит, полная масса в этом случае перевалит за пять тонн. В болоте могут возникнуть проблемы. Впрочем, автомобиль рассчитан на использование в тех краях, где болот немного. Как сейчас у нас основные задачи нашей армии для эксплуатации в горной местности. То есть подъемы, спуски по камням, по не очень хорошим покрытиям. Также с возможностью продаления среднего бездорожья.